Бытовух готовится к Новому году, вот так, салатики можешь пролить, а то есть куда-то не можешь найти. Что на тебе было шоком? Ну, на фоне всего этого, то, что позитивно шокирует, то, что люди не теряют присутствие духа, то, что они готовы бороться дальше. И вот это вот, даже на фоне вот этих вот отключений коммунальных услуг, когда украинцы там говорят, да, без света или без вас, без вас, без тепла или без вас, без вас. Ну, говорят про Россию, да, которая все время там стучится в грудь и говорит, что мы там братские народы. И украинцы говорят, ну, во-первых, нихера им они уже не братские, и уже никогда не будем братскими народами, а во-вторых, ну, мы победим. И они в этом прямо очень сильно уверены. И когда, вот простые люди, с которыми ты разговариваешь, и когда ты видишь, а эти люди, которые потеряли родных, близких, которые там видели массу ужасных вещей, и когда они сейчас живут, пытаются адаптироваться вот к более-менее мирной жизни после оккупации, да, как бы, и так далее, и при всем при этом они держат в фокусе вот эту вот главную мысль, что им нужно бороться. И это видно там, предположим, вот объявляется воздушная тревога, мы побежали в бомбоубежище все, посидели там три часа и не услышали ни одного взрыва, потому что ПВО отработало очень хорошо. Через три часа приходят уведомления, там, увага, ввиды повитренной тревоги, ну, то есть, внимание, отбой воздушной тревоги. Мы выходим из бомбоубежища, и первым делом, что делают украинцы, они начинают все в телефон садяться, такие, что-то делать в телефон. Я первое время не понимаю, думаю, что они там делают в телефон. Причем, блин, подавляющее большинство. Оказывается, это, потом мне рассказали, это первый такой позыв украинцев, то, что они делают, после отбоя воздушной тревоги, они начинают перекидывать деньги за СУ. Ну, как бы, благодарность, что ли, за то, что ни одной ракеты, да, Рахмет такой, да, как бы, за безопасность, за то, что вы отработали. А нужно отдать должное, ПВО Збройных сил Украины работает сейчас очень эффективно. Ну, то есть, вот, если брать новогодний обстрел, который случился после нашего отъезда, из более чем ста ракет, которые были выпущены по Киеву, ни одна ракета не упала в черте города, все были сбиты на периферии. И это, ну, это реально заслуживает, потому что ты такого респекта, потому что, я же говорю, даже мы вот выходили из бомбоубежища, когда мы это поняли, мы тоже такие, дай-ка перекинем денежки этим ребятам, блин. Продолжение следует...